Здравствуйте! В эфире передача «Наш город» в студии Константин Перевозчиков. Сегодня расскажем о том, как развивались события, что они нам сулят и, конечно же, чем запомнилась эта неделя. Саровчанам придется привыкать к новым ценам за проезд в автобусах. Выслушав все заинтересованные стороны, депутаты вынесли вопрос на заседании Думы. Тарифы решили повысить. Но есть две хорошие новости. Во-первых, не на ту величину, которую изначально предлагали в администрации. И во-вторых, для тех, кто привык пользоваться общественным транспортом, предусмотрели возможность сэкономить. Как именно, расскажут мои коллеги. Депутаты наконец утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте. После долгих споров и обсуждений решили остановиться на цене 22 рубля за одну поездку. Это в случае, если платить наличными. При оплате транспортной картой и банковской бесконтактной цена будет почти на 10% ниже – 20 рублей. Тем самым, стимулируя население переходить на транспортные карты и на оплату услуг по перевозке бесконтактными банковскими картами, мы полагаем, что такой способ повысит собираемость, что в конечном итоге повысит выручку. При разных видах проездных цена будет еще ниже. Так, если приобрести абонемент на 30 дней и 50 поездок, одна поездка обойдется в 19 рублей. А если на 60 дней и 80 поездок, то в 18. При этом стоимость проездных для льготных категорий граждан останется без изменений. Новые тарифы вступят в силу с момента опубликования решения. Но на этом работа депутатов с Горавтотрансом не закончится. Была создана специальная группа из представителей Думы, администрации и перевозчика, которая проведет анализ деятельности МОПа и постарается найти выход из сложившейся на предприятии кризисной ситуации. Это только начало пути по работе с Горавтотрансом, вообще говоря, и нужно нам с вами очень пристально к этому вопросу внимательно подойти. Коммунальные тарифы тоже вырастут с 1 июля следующего года. По всем статьям на 4%. И только цифра в графе водоотведения может подняться почти на 16%. Такой рост, по словам представителей администрации, обусловлен инвест-программой Горводоканала. Сети предприятий изношены более чем на 80% и нуждаются в полной модернизации. Вырученные с повышения тарифа средства как раз и пойдут на эти цели, если инициативу о росте стоимости услуг водоотведения поддержит губернатор. Региональный оператор приступил к заключению договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Согласно федеральному закону об отходах производства и потреблении, этот процесс должен завершиться до 1 января. Интересы жителей многоквартирных домов будут представлять управляющие компании. Юридическим лицам необходимо выйти на регионального оператора самостоятельно. Алгоритм действия для владельцев частных домов будет опубликован в ближайшее время. Правительство области определило территориальную схему утилизации ТКО. Регион разделили на несколько зон, с каждой из которых будет работать свой оператор. Наш город попал в кластер вместе с Арзамасом, Первомайском, Дивеевым, Лукаяновым и другими районами. Отходы оттуда будут отправлять на полигон в Балахну. Региональный оператор, смысл в том, что он должен обеспечить весь цикл по вывозу отходов, включая его сбор, транспортирование, утилизацию до мест их накопления и в последующем переработке, либо утилизации. Новый региональный оператор будет работать только с категорией твердые коммунальные отходы. Их утилизация актуальна для многоквартирных и частных домов, социальных учреждений и других предприятий. До 1 января будущего года региональный оператор обязан заключить договоры с юридическими лицами на всей территории города. Несмотря на то, что очень много полномочий по организации вывоза ТКО в нашем федеральном законодательстве отдано на полномочия субъектов Российской Федерации, организация санитарной очистки территорий муниципальных образований остается в рамках полномочий органов местного самоуправления. Мусор и вывозящая компания, как и региональный оператор, были определены по конкурсу. Возить отходы из Сарова до Балахны будут до тех пор, пока дорожно-эксплуатационное предприятие, на балансе которого находится Саровский полигон, не получит соответствующую лицензию. Мы не хотим уходить от этого вида деятельности, потому что если ДЭП получит лицензию, он может стать оператором по приему и утилизации ТКО. И, соответственно, региональный оператор уже в соответствии с требованиями закона может заключить с ним договор. Но нам еще предстоит совершить еще такое серьезное действие, чтобы наш полигон включили в территориальную схему обращения с отходами. Увеличение транспортных расходов на вывоз ТКО скажется на коммунальных тарифах. С нового года в квитанциях собственников жилья появится новая строка расчеты, по которой будет проводить региональная служба по тарифам. Тариф будет выше, потому что деятельность уже, видите, обросла сколько структурами. А почему обросла структурами? Потому что государство берет на себя полный контроль за сбором и конечной утилизацией твердых коммунальных отходов на территории всех муниципальных образований Российской Федерации. Более подробную информацию по вопросам новой схемы утилизации ТКО можно получить по телефону 977-87-990-49 и по телефону регионального оператора 831-265-3122. Открытие филиала компании в нашем городе должно произойти до конца текущего года. Комсомольцы! Целое поколение этих людей строили и защищали страну, вели за собой молодежь и на собственном примере показывали, что для энтузиастов и активистов нет ничего невозможного. В рамках празднования 100-летия ВЛКСМ Госкорпорация «Росатом» собрала ветеранов-комсомольцев в Сарове, месте, где была образована первая комсомольская организация городов атомной отрасли. Более 100 ветеранов-комсомольцев приехали солнечно-морозным утром в наш город и сразу стали участниками театрализованного представления. На платформе их встречал духовой оркестр, который исполнил известные песни прошлого столетия и студенты с агитплакатами времен Советского Союза. Приезжаю для того, чтобы отпраздновать 100-летие комсомола, отпраздновать свою молодость, юность, с которой совершенно неразрывно связано становление и развитие и все те достижения, которые атомная отрасль имеет на сегодняшний день. В честь юбилея на память потомкам о работе молодежной организации и о своем пребывании в Сарове комсомольцы высадили Клиновую аллею в театральном сквере. 19 молодых саженцев символизируют 19 городов присутствия госкорпорации «Росатом». «Наша жизнь, наша юность и наши последующие шаги по жизни, конечно, связаны с комсомолом, потому что мы получили там опыт, закалку, умение работать с людьми, отвечать за свои дела и поступки». Атмосфера времен СССР была воссоздана и в Доме ученых. Гостей города встречали под бой пионерских барабанов. Оживленные разговоры, щелканье затворов фотоаппаратов ветераны-комсомольцы старались запечатлеть на память все яркие мгновения этого праздничного дня. «Одно дело это прочитать где-то в книгах, посмотреть по телевидению, а другое дело прикоснуться к истории. И вообще вот эта атмосфера встречи нас на вокзале, когда стояла молодежь с плакатами. Вы знаете, что иногда прямо до слез пробивало». К гостям праздничного вечера обратился руководитель «Росатома». Алексей Лихачев вспомнил свою комсомольскую молодость и поблагодарил активистов-горкомов за активную работу на благо отрасли и страны. «В этом зале собрались люди самые разные. Их объединяет одно. У всех у нас с вами когда-то был значок на груди, комсомольский билет в кармане, но самое главное было желание изменить страну, изменить мир вокруг себя». Праздничный вечер продолжили солисты проекта «Десять песен атомных городов». Они исполнили знаменитые хиты и песни из кинофильмов о героях-комсомольцах. «Дачи и получение взяток», «Злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп», «Ежегодно в нашей стране материальный ущерб от коррупции составляет 10% от суммы общего ущерба всех преступлений». О том, что коррупция в России стала системной проблемой, открыто говорят со всех, даже самых высоких трибун. Об этом и не только шла речь на круглом столе, который организовали в Центре поддержки предпринимательства. Обсудить насущные проблемы пригласили представители прокуратуры, полиции и бизнес-сообщества». В этом году по результатам прокурорских проверок в городе выявлено 34 нарушения коррупционного характера. К ответственности привлекли ряд должностных лиц. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями проверили городские организации через Росфинмониторинг. «Мы получили порядка где-то, наверное, 30 юридических лиц, деятельность которых на территории города Саров предполагает собой эффективность финансовых операций. В отношении большинства предприятий уже в настоящее время проводятся у нас проверки». По результатам этих проверок уже заведено два уголовных дела по статье «Незаконное создание юридического лица». Предприимчивые граждане оформляют документы на подставного человека и тем самым пытаются уйти от уплаты налогов. Такие действия попадают еще под одну статью Уголовного кодекса, которая грозит нарушителю реальным сроком лишения свободы. «Когда то юридическое лицо, которое было фиктивно зарегистрировано, оформлено, после этого составляется определенный набор фиктивных документов для перечисления денежных средств. Это счета фактуры, товары накладные изготавливаются. Вот за эту деятельность также данным видом статьи предусмотрена уголовная ответственность». Большое внимание полицейские стали уделять борьбе с контрафактной продукцией. Ряд индивидуальных предпринимателей в своей работе прибегают к незаконному использованию чужого товарного знака. Проще говоря, торгуют подделками известных брендов. Законом за это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. «Есть у нас ряд здесь магазинов, в том числе находящихся в торговых центрах, где осуществляется определенный вид торговли с товарами, наверное, можно сказать, сомнительного качества. Данными предпринимателями выводы определенно сделаны. Они, по крайней мере, этот товар этих производителей убрали». За круглым столом в Центре поддержки предпринимательства обсудили и вопрос контроля за самозанятыми гражданами. Те, кто сегодня занимаются предоставлением косметологических или иных услуг на дому без оформления ИП или юрлица, создают большую конкуренцию официальному бизнесу. «Есть ответственность как административная за данный вид незаконной предпринимательской деятельности, так и уголовная. Но вот когда поднимут, я так понимаю, размер штрафов за данный вид деятельности, я думаю, что уже определенное количество людей подумает, стоит ли им заниматься этой деятельностью». Все вопросы, рассмотренные на встрече представители прокуратуры и полиции, приняли к сведению. В отдельных случаях ситуации будут рассмотрены в индивидуальном порядке. Дача и получение взяток, злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп. Ежегодно в нашей стране материальный ущерб от коррупции составляет 10% от суммы общего ущерба всех преступлений. О том, что коррупция в России стала системной проблемой, открыто говорят со всех, даже самых высоких трибун. Об этом и не только шла речь на круглом столе, который организовали в Центре поддержки предпринимательства. Обсудить насущные проблемы пригласили представители прокуратуры, полиции и бизнес-сообщества. Обеспечение жильем молодых сотрудников, оформление пропусков и сроки въезда для работников предприятий, налогообложение, взаимодействие с банками, аренда земли. Вот лишь малая часть вопросов, которыми сегодня занимается Ассоциация промышленников и предпринимателей. Все эти проблемы обсуждаются и узким кругом, и на заседаниях. «Кажется, с одной стороны, что они локальные. Однако, когда разговариваешь с предпринимателями, понимаешь, что вопросы транслируются из одного бизнеса в другой. Желание, конечно, реально здесь отработать эти вопросы, а не просто записать их в протокол». Ассоциация налаживает связи с торгово-промышленными палатами региона и страны. Старшие коллеги помогают в решении сложных вопросов. Но самая главная организация стала площадкой для диалога между различными городскими структурами. Бизнес представителей власти и градообразующего предприятия в рамках встреч и заседаний выстраивают конструктивное взаимодействие друг с другом. «Понимание этих проблем есть не только у города, у администрации, но и у градообразующих руководителей. Потому что ассоциация создана при поддержке градообразующего предприятия по инициативе Валентина Ефимовича. Потому что у него большое желание слышать эти проблемы, слышать суть этих проблем. И, естественно, мы их вовлекаем в решение этих проблем». Предприниматели могут обратиться в ассоциацию со своими вопросами по адресу улицы Железнодорожная, дом 4, кабинет 19 и по телефону 25804. Новая детская площадка в парке культуры и отдыха имени Зернова должна была появиться еще в конце сентября. Но строительные работы продолжаются до сих пор. В чем причина задержки и как в Сарове обстоят дела с воплощением в жизнь программы формирования комфортной городской среды, расскажем прямо сейчас. Июль 2018-го представители городской администрации рассказывают депутату Госдумы Денису Москвину о планах благоустройства парка Зернова. В рамках программы формирования комфортной городской среды здесь запланировано строительство современной детской площадки стоимостью почти 20 миллионов рублей. На цветных эскизах три игровых зоны для детей разного возраста, а также зоны отдыха для родителей. Тогда же был обозначен срок завершения работ – конец сентября. Совершенно справедливо сказали, что в марте месяце у вас, по-моему, порядка 15 тысяч жителей Сарова проголосовали за этот объект. И мы их подвести не имеем права. Да, это факт. Да, поэтому вы исходите из того, что кровь из носа, но к концу сентября вот все то, что у вас эскиза здесь нарисовано, должно в реальности находиться здесь в парке. Но ни к концу сентября, ни уже к концу октября площадка в парке не появилась. Строительная работа здесь еще даже не на финальном этапе. И, как заявил заместитель председателя гордома Сергей Жижин, Саров – единственный в регионе город, который не отсчитался о результатах реализации программы формирования комфортной среды по линии общественных пространств. Вы своими письмами говорили, что мы до 9-го все успеем. Потом говорили, мы с 16-го все откроем. Если на камеру снимали, когда приезжал Денис Павлович в Москву, то сказали, что к 30 сентября Денис Павлович приезжает и все будет открыто. Давайте мы его пригласим на открытие. Сегодня у нас 30-й. Вот-вот, октября. Я отвечу перед ним. Я отвечу перед ним. Вы-то ответите. За город стыдно. Одной из сложностей при реализации проекта детской площадки, по словам заместителя главы администрации Владимира Еминцева, стал поиск подрядчика. Контракт подразумевал работу без аванса. А это значит, что у предприятия на счету должно было быть порядка 10 миллионов рублей для закупки архитектурных форм. В результате подрядчиком стала фирма «Магистраль», а фактическим исполнителем – одна из городских организаций. Да, сроки просрочены. Контракт, в принципе, будем уже говорить, истечение его произошло. Но основная задача и то, что радует, что подрядчик не бросает этот объект. Он по-прежнему на объекте, по-прежнему занимается этими работами, независимо от того, что на него будут, конечно, наложены финансовые и административные претензии. В чем была нужда объявлять конкурс без аванса? В чем была конкретная нужда арестовать такую конкурсную реализацию? Вопрос остался без ответа, как и вопрос о сроках завершения строительства детской площадки. Депутатов заверили, что все мафы уже закуплены. Дело осталось за установкой, так что есть надежда, что работы закончат в этом году. А уже в следующем году должны начаться работы по реализации другого проекта в парке. Саров выиграл федеральный грант в размере 100 миллионов на благоустройство. Чтобы получить эти деньги, город должен в начале 2019-го представить проект на сметную документацию. На ее выполнение администрация уже разместила закупку. Все проектные организации сказали, что закупка сделана под конкретную компанию. Как-нибудь пояснить эту ситуацию? Если они так считают, пожалуйста, их мнение. У нас объявлен конкурс, любая компания заходит и участвует. Что касается реализации программы формирования комфортной городской среды во дворах города, то в этом направлении все работы завершены в срок. До конца августа был сделан ремонт во дворах на Курчатова 22 и 25, Московской 38, Дробь 2, Ленина 25 и 27 и Силкина 46. 1 ноября в Управлении социальной защиты изменились номера телефонов. По ним можно получить всю необходимую информацию и предварительно записаться на прием к специалистам. На официальном сайте управления также доступна услуга электронной записи для оформления мер социальной поддержки. Подробности далее. Выплаты ветеранам и инвалидам, компенсации за оплату коммунальных услуг, адресная социальная поддержка, субсидии и другие меры соцобеспечения. Ежедневно специалисты Управления социальной защиты населения отвечают на множество вопросов. С 1 ноября все телефонные номера здесь изменятся и будут начинаться на девятку. Воспользоваться ими можно и для предварительной записи на прием. «Позвонили по телефону, мы записали, но можно к нам записаться еще и на сайте Управления социальной защиты населения города Саров». Чтобы клиенты быстрее привыкли к изменениям, на первое время специалисты выделили номера телефонов для справок 9-81-26, 9-81-32 и 9-81-23, позвонив по которым горожан направят к нужному специалисту. Что касается предварительной записи через интернет, то эта услуга будет актуальна тем, кто регулярно оформляет в Управлении жилищные субсидии и другие меры соцподдержки, на которые действуют ограничения по срокам. «Обязательно до 15-го числа месяца граждане должны обратиться, чтобы они получили, для того чтобы они выплату получили именно в этом месяце. Если они приходят у нас после 15-го числа, то в текущий месяц они выплаты эти не получат». Сегодня большинство клиентов приходят на прием без записи. Всего чуть более 9% горожан стараются предварительно записаться по телефону. Интернет-ресурс – самый непопулярный способ. К нему прибегают менее 1% горожан. Предварительная запись по телефону и через интернет позволит снизить время ожиданий в очереди и оптимизировать процесс работы с клиентами. «Тот, кто записался предварительно на прием, приходит к кабинету, к которому нужно, а там, например, очередь есть. Он говорит, я по записи, к своему времени, и мы этого человека принимаем, в нее очереди». Адрес электронной почты управления остался неизменным, так же, как и график работы. По четвергам попасть на прием к специалистам соцзащиты можно до 7 вечера. Каждая вторая суббота месяца – также приемный день. В детской музыкальной школе имени Балакирева прошел день первоклассника. Специально для будущих солистов и музыкантов подготовили концертную программу. Воспитанники отделения продемонстрировали своим товарищам все то, чему они научились за годы, проведенные в стенах музыкальной школы. В конце вечера все ученики и их родители дали клятву юного балакиревца. Тренд сезона – понятие, которое можно применить не только к показам модной одежды. Многолетний опыт директора детской музыкальной школы имени Балакирева Натальи Захаровой доказывает, что при выборе музыкального инструмента, на котором будет играть ребенок, родители часто руководствуются понятием «мода». Большой популярностью и спросом сейчас в связи с программой «Детский голос» конечно, это вокальное отделение. Дальше всегда популярна эта гитара, большой конкурс, чтобы поступить на гитару. И, конечно, духовые инструменты – саксофон, флейта. На вечере, посвященном Дню первоклассника, первые ряды зала заняли будущие вокалисты, клавишники, трубачи, гитаристы и баянисты. Для ребят, поступивших в детскую музыкальную школу, на сцене развернулось настоящее путешествие по миру нот, композиторов и инструментов. Экскурсию проводила фея музыки. Это очень круто быть феей музыки, потому что дети все чувствуют, они хотят видеть, они хотят верить в сказку, поэтому хочется эту сказку дарить им. Вечер для первоклассников был одновременный, отчетным концертом ребята старших курсов показывали новичкам, чему можно научиться, если прилежно относиться к занятиям и внимательно слушать преподавателя. Бурные овации сорвал дуэт гитариста и балалаичника. Финалом вечера стала клятва юного балакиревца, которую произносили не только ребята, но и их родители. В ней звучал призыв любить музыку, уважительно относиться к себе и одноклассникам, и тем знаниям, которые дают преподавателям. Клянемся школой дорожить! Торжественное посвящение первоклассников детской музыкальной школы осталось позади. Впереди несколько лет обучения мастерству игры на музыкальном инструменте и удовольствие от того, что занятие это по душе. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Осенины. Старый русский народный праздник, который отмечается после того, как весь урожай был собран с полей. Этот день всегда был полон обычаев и традиционно знаменовывал начало осени. Когда не этим традициям в 20-й школе прошел праздничный концерт «Осенины». Организаторы постарались воссоздать традиции русских обрядов. Главные роли на празднике «Осенины» исполнили ученики 4-х классов 20-й школы. Они приготовили для зрителей интерактивную программу, пели песни, танцевали и играли на ложках. Гостью праздника «Осень» сыграла Лера Митина. Она поведала зрителям о самых ярких традициях старинного русского народного праздника. Знания об празднике «Осенины», об урожаях, которые были с самого начала у нас, а не которые привезли. Народные песни, загадки и танцы пришлись по вкусу всем, кто пришел на праздник «Осенины». В конце театрализованного представления юным зрителям предложили самим исполнить народные песни, которые они разучили на уроках фольклора. Я для себя сегодня узнала, что надо выступать так, чтобы и всем было интересно, не только тебе, чтобы не только один человек выступал, чтобы все поучаствовали. Я узнала новые песни красивые, новые танцы, какие красивые наряды и как отмечают осень. В этом году праздник «Осенины» приурочили к круглой дате. 20 лет назад на базе 20-й школы открылось фольклорное отделение ДШИ номер 2. И с тех пор проводить старинный праздник, посвященный народным обычаям, организаторы стараются ежегодно. «Осенины» – это окончание трудовых работ нашего населения на огородах, на своих усадьбах, когда собираются урожай. Как раньше на Руси тоже сажали, а потом все это собирали. Собирали, а потом пели песни и танцевали. Организаторы уверены, что такие встречи – отличный повод рассказать школьникам о важности сохранения истории и традиций русского народа. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Попасть в яблочко. В нашем городе завершилось открытое первенство по пулевой стрельбе. Три дня в тире спорткомплекса «Авангард» спортсмены соревновались в меткости из пневматического и мелкокалиберного оружия. Точно попасть в цель пытались саровские стрелки и гости из Нижнего Новгорода. Подробнее о соревнованиях в нашем следующем репортаже. Несколько секунд на прицеливание и выстрел. Пуля вылетает из ствола спортивного оружия со скоростью 500 км в час. В пулевой стрельбе спортсмен ведет самую трудную борьбу – с самим собой. Здесь важно уметь владеть собой, показать все то, чему научился на тренировках. Милана Воробьева занимается стрельбой из пневматического пистолета три года и уже имеет первый разряд. Стрельба повлияла на мой характер и стала смелая, устойчивая, целеустремленная. Чемпионат города по пулевой стрельбе традиционно проводится по четырем дисциплинам. Участники стреляли из малокалиберных и пневматических пистолетов и винтовок. Дистанция до мишени и количество выстрелов зависят от упражнений, которые выполняются из конкретного вида оружия. Есть упражнения Леши – 60 выстрелов, есть 120 выстрелов из трех положений, есть пистолет – 60 выстрелов, 40 выстрелов. То есть разные упражнения, они также делятся на олимпийские дисциплины и неолимпийские дисциплины. Городские соревнования берут свое начало в середине прошлого века и традиционно собирают спортсменов разного возраста. Несколько лет назад организаторы решили сделать турнир открытым. Это увеличило количество спортсменов и положительно повлияло на уровень подготовки местных стрелков. Конкуренция. У нас приезжают достаточно сильные стрелки из Нижнего Новгорода. Помогает нам расти, нашим спортсменам. В этом году в открытом чемпионате по пулевой стрельбе приняли участие более 50 человек. Наш город представляли воспитанники детской и юношеской спортивной школы ИКАР, участники Городской Федерации по стрельбе. Каждый из спортсменов получил возможность показать свой потенциал и обменяться опытом. Победители были награждены дипломами и памятными подарками. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. В первой пожарной части прошли семейные соревнования для завода ВНИЭФ. Участники надевали на скорость боевку, искали потенциального пострадавшего в задымленном помещении, проходили полосу препятствий и тушили настоящий огонь, отвечали на теоретические вопросы по пожарной безопасности. На соревнованиях побывала наша съемочная группа. Для сотрудников завода ВНИЭФ тематические соревнования в пожарной части номер один стали уже хорошей традицией. В третий раз в спортивный зал огнеборцев они приходят не только поучаствовать, но и поболеть за своих коллег, узнать что-то новое из жизни части и нарядиться в боевку. А сотрудники пожарной части каждый год стараются сделать праздник особенным, привнося в него новые элементы и конкурсы. В этом году в программе соревнований появилось испытание «Задымленное помещение». На новом конкурсе мы сымитируем задымленную квартиру, скажем так, откуда надо будет достать пострадавшего человека. Ну, пострадавшего человека это громко сказано, будет мягкая игрушка. Ее надо будет найти в дыму и вынести на свежий воздух. До задымленного помещения команде необходимо было дойти в связки, собирая по ходу движения амуницию пожарного, преодолевая препятствия и помогая товарищам. Имитация действий на пожаре и работа в команде была по душе не только взрослым, но и детям. Как рассказал председатель правкома завода ВНИЭФ Екатерина Харькова, эти соревнования отличная команда, образующая практика для заводчан. Они даже, поверьте мне, на заводе никогда не встречаются, друг друга не знают. И вот только здесь приходят и работники завода, даже здесь, на таких переприятиях, знакомятся между собой. Это же здорово, когда приходят с семьями, отдыхают вместе, веселятся, получают массу положительных эмоций. По правилам финального конкурса, в котором необходимо было найти пострадавшего в дыму, завершающий этап проходили только взрослые участники команды. В помещение капитаны попадали только с условием, что на них надет настоящий противогаз. Без него дышать в палатке нельзя. Сотрудники пожарной охраны, конечно, сделали условное задымление помещения, но там действительно ничего не видно и без противогаза находиться, ну так себе. Более десяти испытаний противопожарной направленности подготовили сотрудники СПЧ номер один. Облачиться в форму на время, нарисовать агитплакат, пройти пожарную эстафету и даже потушить настоящий огонь из огнетушителя. Проигравших на этом спортивном празднике не было. Каждый из четырех команд стали победителями в уникальной номинации. А что еще надо для семейного праздника? Занятия художественной гимнастикой с каждым годом набирают все большую популярность в нашем городе. И чтобы дать возможность юным саровчанкам попробовать свои силы в этом виде спорта, в спортивной школе ИКР появились новые группы. Учиться, садиться на шпагат и осваивать акробатические и танцевальные упражнения девочки будут под руководством призера международных турниров Юлии Никольской. За плечами Юлии Никольской победа на всероссийских и международных соревнованиях. Завершив спортивную карьеру, она работала тренером по художественной гимнастике Академии Ирины Виннер в Саранске. Но по семейным обстоятельствам переехала в наш город и теперь передает накопленный опыт юным саровчанкам. Я очень надеюсь, что со временем у меня получится все это передать деткам. Потому что я прошла этот путь спортсмена. Это было очень интересно, увлекательно. Юлия считает, что художественная гимнастика – самый красивый и женственный вид спорта. Но добиться успехов в нем можно только кропотливой работой под чутким и грамотным руководством тренера. Свою линию педагогической работы Юлия уже выстроила. Тренер, конечно, в первую очередь для своих спортсменов должен быть авторитетом. А авторитет положительный, как правило, он всегда возникает с собственного примера. Уравновешенность и спокойствие – одни из важных качеств тренера, считает Юлия. Чтобы юные спортсмены смогли чему-то научиться, наставник должен уметь держать внимание детей и сохранять дисциплину. Юлия раздает четкие команды и указывает на недостатки. Вместе с воспитанницами она готовится к выездным соревнованиям. Пусть я не так много их знаю, но тем не менее, какой-то, я думаю, совет и наставление смогу им передать, чтобы им было легче выступать. С приездом нового педагога у девочек нашего города появилась дополнительная возможность записаться в секцию по художественной гимнастике и реализовать себя в этом виде спорта. Руководству спортивной школы осталось решить вопрос с отдельным залом для занятий юных гимнасток. Сейчас они вынуждены проводить совместные тренировки с легкатлетами или заниматься в бассейне «Дельфин». Это были главные новости этой недели. Смотрите наши передачи на официальном канале в Ютубе. Также мы есть во всех крупных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. До встречи через неделю. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова